Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрея Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Переводят в новый корпус школы, и я подошла по поводу подходных путей к школе. Воезная администрация провела встречу с жителями Краскова. Мероприятие по демонтажу объектов проводится на постоянной основе. На одну незаконную постройку стало меньше. Готовы посещать такие мероприятия, приобщать коллег, находить для этого время. Состоялся форум, посвященный социальному проекту «Бесплатная юридическая помощь». Ребята Люберецкие, это мои, как говорится, сыновья. Я очень благодарна. Богдан Колесников подготовил сюжет о турнире по боксу памяти Виталия Островерхова. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе и рассказали о предстоящих планах. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, связанных в основном с хозяйственной повесткой, работой блока ЖКХ, также благоустройство территории округа. Конечно же, это дорожная инфраструктура. Какие дороги? Мы о них практически накажем в нашем совещании. Поднимаем вопрос, так как это самая актуальная тема. Одна из главных тем на оперативном совещании – модернизация коммунальной инфраструктуры. В этом направлении предстоит большая работа. На этой неделе стартует ремонт тепловых сетей. Он пройдет на территории всего городского округа. В рамках запланированных на сегодня мероприятий и уже отыгранных конкурсов нами будет проведен капитальный ремонт сетей теплоснажения на общей протяженности 5,31 километра. Это в двухтрудном исчислении. Для того, чтобы проинформировать жителей о сроках и объемах работ, запланированных нами к проведению в этом году, нами проведены встречи с инициативными жителями, на которых подробно было рассказано о том, какие сети в этом году подлежат у нас капитальному ремонту. Конечно же, в домовых чатах на всех информационных досках должны висеть схемы ремонта. Ремонт предстоит и на муниципальных дорогах городского округа. В этом году определено 10 участков, 3 из которых по результатам голосования на портале Добродел. Общая площадь запланированных работ превысит 70 тысяч квадратных метров, а протяженность ремонтируемых дорог более 8 километров. На сегодняшний день выполнен ремонт пяти автомобильных дорог местного значения общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров и протяженностью более 4 километров. После получения положительного экспертного заключения качества выполненных работ по ремонту дорог будут проведены работы по нанесению разметки, а ретировочные в течение месяца после окончания работы по ремонту. Уже совсем скоро наступят каникулы, а вместе с ними в городском округе Люберцы стартует летняя оздоровительная кампания. Сейчас учреждение образования готовится к приемке школьных лагерей. Детей ждет восьмичасовое пребывание с трехразовым питанием, дневным сном, прогулками. Также предусмотрена досуговая и познавательная деятельность. Муниципалитетом также ежегодно организуются выезды детей в детские оздоровительные лагеря, расположенные в Подмосковье и Краснодарском крае. В первую очередь будут направлены в эти лагеря дети из семей льготных категорий. Это дети из многодетных, малобеспеченных семей, дети граждан-участников специальной военной операции, дети-сироты, дети, оставшиеся без помещения родителей. Благоустройство уже существующих парков и создание новых современных зон отдыха – еще одна тема, которую подробно рассмотрели на совещании. В этом году предстоит реализация четырех масштабных проектов – обустройство парков на берегу Черного озера и в деревне Марусино, а также реконструкция летнего и Наташинского парков. Кроме того, в текущем году в городском округе появятся новые скверы. Проекты прогулочных зон согласуют с жителями. Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась в поселке Красково. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Один из главных вопросов – открытие новой школы в Краскове. Строительство почти завершено. Объект образования, который очень ждут, рассчитан на 1100 мест. И его планируют открыть уже в сентябре этого года. Многие пришли на встречу, чтобы задать сразу несколько вопросов. Ответы получали на месте. Нас переводят в новый корпус школы. И я подошла по поводу подходных путей к школе. Мы живем на улице Карла Маркса. И идти до новой школы нам порядка 20 минут. Сейчас тротуаров и наземных переходов, к сожалению, не существует. Кроме того, что подходные пути, конечно же, это очень важно. Объяснили родителям, каким образом будет выстроена эта работа. Чтобы были тротуары безопасные. Чтобы была парковка для тех родителей, которые возят ребятишек на автомобилях. Чтобы, конечно же, в каждой калитке был нормальный, хороший, современный подход. И был, самое главное, безопасный этот подход. Главная цель выездной администрации – выслушать и найти решение здесь и сейчас. Жители обращались с просьбами благоустроить территории. Надежда Нинахова проживает на улице Чехова. Ее волнует озеленение и ограждение вокруг детской площадки. Вот маленький газончик, там полметра, полметра, да. То есть вот деревья еще эти не выросли. Он и заборчик-то этот постоянно отгнивает, ломают его. Вот сейчас даже есть пробелы то, что не восстановлены. И, естественно, дети перемахнули, вот и дорога. Либо кустарники что ли посадить, либо этот заборчик и поправлять его надо. Также обсудили вопросы работы управляющих компанией капитального ремонта многоквартирных домов, содержания дорог и ямочного ремонта. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Первый Лермонтовский продолжается строительство самого крупного детского сада в стране. Он рассчитан на 560 мест. Возведение дошкольного учреждения начали в феврале этого года. Глава округа Владимир Волков побывал на объекте и проверил ход работ. Подробности далее. Общая площадь строительства детского сада больше 8 тысяч квадратных метров. На объекте сейчас работают около 50 человек. В настоящее время на площадке завершили заливку бетонного основания. Рабочие приступили к возведению вертикальных конструкций. Пойдет непосредственный рост здания уже вверх. Это строится абсолютно современный детский сад с разведением ребятишек по группам, по тем эскизам, проектам, которые имеются на сегодняшний день. Я имею в виду, этот детский сад выглядит очень модно, современно и отвечает всем вызовам сегодняшнего дня. Трехэтажный современный детский сад рассчитан на 23 группы. Предусмотрены кабинеты логопеда, психолога и медицинский блок. Для дополнительных занятий музыкальные и физкультурные залы. Срок строительства и ввод этого детского сада – это 25-й год. Сад строится все в графике, не отстает от всех тех утвержденных сроков, которые были установлены. Сегодня мы провели выездное совещание, заслушали застройщиков. Мы будем контролировать этот объект так же, как и все остальные социальные объекты, которые строятся на территории городского округа. На территории у детского сада планируется благоустройство. Проектам предусмотрены индивидуальные игровые площадки для каждой группы и одна общая спортивная зона. Завершение строительства намечено на следующий год. Продолжается реконструкция стадиона «Урожай» в поселке Томилино. Работы начались в январе этого года. На каком этапе обновления и когда будет готов спортивный объект, узнали мои коллеги. Стадион «Урожай», расположенный в поселке Томилино, – одна из ключевых спортивных площадок в городском округе. Он построен в 1968-м. Каждый год тут проходит более 150 соревнований. Летом – это футбол, сдача нормативов ГТО и легкая атлетика, а зимой – хоккей, мотогонки и фигурное катание. Особенно на период реконструкции стадиона «Торпедо» он взял на себя основную нагрузку по проведению спортивных мероприятий. Последняя реконструкция – 75-й, но она носила косметический характер. Сейчас требования проведения соревнований выросли, требования посещения стадионов от населения тоже растут. Все хотят получить комфортное спортивное ядро для занятий физической культурой и спорта. На стадионе заменят трибуны. Теперь посадочных мест станет больше, а их использование комфортнее при любой погоде. Также отреставрируют фасад физкультурного центра. Одно из главных нововведений – появление универсальной спортивной площадки для игры в баскетбол и освещение. В данный момент устанавливаются опоры освещения. Они здесь будут новые, с новым освещением. Для того, чтобы в вечернее время спортсмены могли тренироваться, очень качественный свет будет, фактически как дневной. В дальнейшем здесь также мы предусматриваем новую систему полива. Все для того организовывается, чтобы более качественно можно было заниматься спортом. Обновленный стадион будет готов принять спортсменов уже к первому июня. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. В Люберцах идет ремонт автомобильных дорог. До конца лета приведут в порядок более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Как проходит подготовка к асфальтированию и какие работы уже выполнены, расскажем в сюжете. В Малом Павлине 17 жилых домов. Дворовая территория благоустроена. А вот дорога вокруг жилого комплекса протяженностью более 1200 метров нуждалась в ремонте. Начинается с фрезеровки. Снимается старый асфальт, как бы 5 сантиметров по технологии. Потом проливается битумной эмульсией и укладывается асфальт. Срок выполнения работы до 28.05. Срок успеваем. Сейчас здесь задействованы 8 рабочих и 5 единиц спецтехники. Самоходная гусеничная дорожная фреза, погрузчик, трактор и два самосвала. Дорога включена в план ремонта по результатам голосования жителей на портале Добродел. Мы находимся на дороге ЖК Малая Павлина, которая была выбрана именно по жалобам жителей на плохое асфальтобетонное покрытие. И поставлена в ремонт по количеству набранных голосов. В первом этапе ремонта дорог запланировано 10 дорог. Общей протяженностью более 8 километров. Асфальтовое покрытие уже отремонтировали на Южной и Хлебозаводской улицах, проезде от Октябрьского проспекта до улицы Кирова и Школьной улицы в Краскове. До конца лета в городском округе отремонтируют 10 муниципальных дорог протяженностью более 8,5 километров и 5 региональных. Общей длиной – почти 10 километров. В округе продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами. Во время плановых проверок особое внимание уделяют вылетным магистралям. Зачастую самовольные постройки появляются вдоль дорог, и их расположение нарушает требования безопасности. О судьбе одного из таких объектов в сюжете Луиза и Геазарян. Этот цветочный магазин «Агаршина-5-1» относится к объектам капитального строительства. Однако разрешение на его возведение никто не давал. Вопреки этому торговая точка работала с 2019 года. В течение последних двух лет с ее владельцем шли судебные разбирательства. В итоге павильон сносят в принудительном порядке. Отсутствие разрешения на строительство – не единственное нарушение. Рядом с павильоном нет парковочного пространства и остановки. Расстояние между ним и дорожным полотном меньше пяти метров. Мероприятия по демонтажу объектов проводятся на постоянной основе. В ежедневном режиме мы проводим мониторинг территории, выявляем объекты, объекты нестационарной торговли, объекты капитального строительства. Объекты капитального строительства подлежат сносу в судебном порядке. Объекты нестационарной торговли подлежат сносу в принудительном порядке по предписаниям администрации, если собственник самостоятельно не осуществил демонтаж данных объектов. Чтобы не потерять свой бизнес перед открытием торговой точки, необходимо получить все разрешительные документы. С начала этого года на территории городского округа Люберца решением суда снесено 20 незаконных объектов. Еще столько же демонтируют до конца года. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберца посетила делегация из Хэншуя, провинции Хэбэй, Китайской Народной Республики. Одной из частей официального визита стало совещание с представителями бизнеса и власти. За международной встречей наблюдала Луиза и Геазарян. В зале совещаний сегодня два флага – российский и китайский. Сотрудничество между двумя странами становится все крепче. За этот год это уже второй визит делегации из Поднебесной в городской округ Люберцы. Мы рады вас приветствовать на территории нашего городского округа. Мы в январе делегацией нашей Люберецкой были в провинции Буанчжоу, также были в других городах. И у нас зародилась добрая, надеемся, традиция, добрые отношения, связанные и между нашими органами государственной власти и, соответственно, с бизнесом. «Давно мечтал побывать в Россию. Наконец-то мечта осуществилась, и я приехал именно в Люберцы. Наши города очень похожи. Очень много предприятий, которые в городе Ханшуй тоже присутствуют. И расположение нашего города относительно столицы такое же, как у Люберец. Неожиданно мы очень похожи. Два города, как братья». Схожесть двух городов и в том, что оба являются крупными производственными кластерами в своих регионах. В Люберцах более 23 тысяч субъектов бизнеса, а Ханшуй – ведущий производитель стали и чугуна в Китае. В целях развития экономики, промышленности и торговых отношений между городскими округами было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках социального проекта «Бесплатная юридическая помощь» в городском округе Люберцы состоялся круглый стол. Он организован общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». Участники обсуждали взаимодействие органов власти с предпринимателями. Тему продолжит наш корреспондент. «У нас государственная власть открыта для диалога. Она отвечает на все вопросы, не скрывается за стенами зданий, сооружений и так далее. Поэтому мероприятие именно направлено на осуществление и взаимодействия, и непосредственного контакта между бизнесом, населением и органами госвласти». Социальный проект «Бесплатная юридическая помощь» создан в 2011 году и стал популярным. Оказание бесплатной юридической помощи – одно из ключевых направлений работы Ассоциаций юристов России. А региональные отделения создали общественные приемные и центры оказания помощи. «В настоящее время на территории Московской области только аккредитовано более 30 центров Министерством юстиции Российской Федерации управления по Московской области, центров оказания бесплатной юридической помощи. Ассоциация юристов России участвует в большом количестве проекта, связанном с диалогом граждан и предпринимательского сообщества с бизнесом. И поэтому то мероприятие, которое проходит сегодня, оно, конечно, имеет огромное значение». На повестке дня – вопрос о взаимодействии местного самоуправления с гражданами и бизнесом. На этой площадке собрались представители органов государственной власти, налоговой инспекции, судебных приставов, ГАИ и Совета депутатов. «Очень конструктивно, детально и прекрасно всё рассказано. Внимательно слушаю. Готова посещать такие мероприятия, приобщать коллег, находить для этого время». Форум проходил в формате диалога, где после выступления спикеров участники смогли задать вопросы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа состоялось совещание с директорами либеретских школ. Обсудили готовность образовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. На какой стадии подготовка и сколько учеников сдают выпускные экзамены в этом году, узнала Анастасия Кладинова. Первые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов начнутся уже 21 мая и продлятся до конца июня. Для обеспечения контроля и безопасности на итоговой аттестации привлекут общественных наблюдателей, полицейских и медиков. В городском округе Люберцы подготовлено 39 пунктов проведения ГИА, в которых уже стоит необходимое оборудование. Кроме того, что пункты оборудованы видеонаблюдением, у нас имеются стационарные ручные металлоискатели, блокираторы сотовой связи в обязательном порядке закуплены и работают в штатном режиме. Оборудование для печати и сканирования контроля измерительных материалов по аудиториях тоже это обязательные условия проведения ЕГЭ. В этом году по решению президента выпускникам впервые предоставлены два дня для пересдачи одного предмета – 4 и 5 июля. При пересдаче засчитывается последний результат экзамена. Изменения также коснулись порядка получения медалей. Золотая медаль – это исключительно в соответствии тем, которые есть в положении о выдаче медали. Мы знаем, что это и пятерки, и соответственно 70 баллов и выше за единый государственный экзамен и другие параметры. Во втором случае, второй степени медаль серебряная, она немножко мягче и щадящая. Всего в городском округе в этом году экзамены сдают больше 5000 учеников 9 и 11 классов. На время аттестации будет соблюдаться режим тишины со стороны строительных и дорожных служб. По итогам совещания участники пришли к выводу, что люберцы готовы к проведению ГИА в 2024 году. Анастасия Гладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Для начала летней оздоровительной кампании осталось меньше месяца. Как проходит приемка лагерей дневного пребывания, где и как люберецкие школьники проведут свой досуг на каникулах, расскажем в сюжете. Лагеря дневного пребывания будут работать на базе 33 образовательных учреждений округа с 10 июня по 5 июля. Чтобы ребята комфортно, с пользой, а главное, безопасно провели время, в школах началась подготовка детской летней оздоровительной кампании. Необходимо усилить контроль за подготовкой организации к работе, включая в соответствие санитарно-псинологическому и трудовому законодательству Российской Федерации. Требуем антитеррористической и противопожарной безопасности. В том числе необходимо завершить уже все работы по аккорицидной обработке территории. И никаких приключений, связанных с крещами и так далее, с другими насекомыми у нас быть не должно. В пришкольных лагерях детей ждет восьмичасовое пребывание с бесплатным трехразовым питанием, дневным сном, играми и спортивными эстафетами. А более 230 ребят отдохнут в оздоровительных лагерях Подмосковья и Черноморского побережья. В первую очередь путевки получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, участников спецоперации и оставшиеся без попечения родителей. Кроме этого, мы с вами проведем слет воспитанников спортивных школ и секций «Лагерь настоящих героев» в Патриоте. То, что у нас проводится ежегодно, спасибо Министерству образования Московской области, которое выделяет нам путевки бесплатно, у нас 79 школьников в этом году поедут в Патриот. Проведут в округе и военно-спортивный слет для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики. Всего в летний период путевками обеспечат более 3,5 тысяч люберецких школьников от 7 до 15 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Московской области проходит социальный раунд «Безопасная мобильность», направленный на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних велосипедистов и самокатчиков. За ходом рейда в Люберцах наблюдали мои коллеги. С участниками дорожного движения и в первую очередь подростками, которые хотят арендовать самокат, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические беседы. Правила управления средствами индивидуальной мобильности должен знать каждый. У меня двое детей, да, старше сейчас еще в школе. Обязательно все рассказываем. Мы когда вместе идем гулять, я говорю, так, переходим дорогу, слезли с самокатов, по сторонам смотрим, самокат рядом катим. Ну или велосипед, смотря на чем, обязательно. Жизнь у нас одна, тем более у наших детей. Самое ценное в нашей жизни нужно беречь, объяснять, рассказывать. 11-летний Павел Муравых – большой любитель покататься с друзьями на самокате. О безопасности на дорогах рассказали родители-учителя. Услугами кикшеринга еще не пользовались. Причина очевидна. Я бы хотела на электросамокате, но у меня нет 18. Когда будет 18, я буду кататься на электросамокате. Буду соблюдать все правила дорожного движения. На пешеходном переходе слазить и ездить по тротуарам. Нарушителей выявляют не только сотрудники ГАИ, но и представители кикшеринговых компаний. В таких случаях мы не можем никак ограничить пользование самокатом. Мы можем заблокировать аккаунт. Если мы поймаем уже лично, как бы обнаружим такую ситуацию, то, что несовершеннолетние будут ехать на самокате. Подростки относятся с пониманием к нашим требованиям. Надеемся, что в данный момент станет меньше нарушителей. Некоторые родители зачем-то дают карты своим детям, чтобы они арендовывали эти электросамокаты. Но сейчас инспекторы дорожной патрульной службы работают в усиленном режиме. Если вдруг они видят участника дорожного движения юного, находясь на электросамокате арендованном, они проводят с ним профилактическую беседу. Также составляют рапорт по выявленным нарушениям. За последний месяц в московском регионе выявлено более двух тысяч нарушений. К несовершеннолетним применяются меры в соответствии с действующим законодательством. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков и президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова встретились с участницами проекта «Жди меня» активом Люберецкого отделения Союза женщин России и представителями Люберецкого благочиния. Подробнее в сюжете. Спасибо вам огромное за то, что есть такое сообщество женщины Подмосковья и то, что вы активны, и то, что вы всегда на передовой. Спасибо за то, что вы такие неравнодушные. Именно благодаря активным людям всегда все движется гораздо эффективнее, быстрее и правильнее. Проект «Жди меня» начал свою деятельность в этом году. На территории Люберец он создан при поддержке председателя Московского областного регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Екатерины Богдасаровой и фонда «Защитники Отечества». Он объединил жен участников специальной военной операции. Наши девушки ведут активную работу, регулярно занимаются сбором гуманитарной помощи, оказывают психологическую поддержку, проводят мероприятия, направленные на помощь женам, детям. Это образовательные, развлекательные мероприятия, обучающие программы. Главная цель проекта «Жди меня» заключается во взаимопомощи и поддержке. Для женщин подготовлены культурно-развлекательные программы, цикл бесед с председателями духовенства, организованы экскурсии по городам Подмосковья. Муж Натальи Лежневой ушел в зону СВО в октябре 2022-го. Участие в проекте помогает ей справляться с переживаниями и оставаться сильной в ожидании супруга. Начиналось все со знакомства, были разные встречи, арома-встречи, встречи, день красоты, разные мероприятия. Проект, на самом деле, крутой. Мы с девочками очень вдохновились. Подъем энергии и желания. Ты отвлекаешься от насущных проблем. Ты одна, раньше всегда рядом был муж, а сейчас все на тебе. А тут мы отвлекаемся. Также представителями фонда Андрея Первозванного в Преображенский собор Люберец доставлена частица благодатного огня из Иерусалима. Облагочинный церквей Люберецкого округа Иерей Вячеслав Новак совершил молебен о защитниках Отечества. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Состоялся московский областной парад «Семья, мир, май». Праздник приурочен к Всероссийскому дню труда и направлен на поддержку традиционных семейных ценностей. Местом проведения парада стал новый детский сад «Звездочка» в поселке Мирный. Там работали мои коллеги. Несмотря на выходной день, в детском саду номер 21 многолюдно. На игровых площадках малыши вместе с родителями участвуют в мастер-классах и викторинах. Здесь, например, учатся делать поделки ко дню победы. Главный праздник страна отметила на прошлой неделе. «Теперь надо, смотри, крылышки приклеивать. Вот так вот. Сейчас приклеим. У меня тут двухсторонний скотч». Еще один праздник, который отметили в России в начале этого месяца – Светлое Христово Воскресенье. Ежегодный семейный парад начался с молебна. Представители Петропавловского храма города Лыткарина исполнили пасхальный тропарь. Парад, посвященный семейным ценностям, проходит на территории всей Московской области уже во второй раз. В этом году праздник имеет особое значение. 2024 объявлен годом семьи. И нам очень приятно, что те добрые традиции по сохранению семейных ценностей, по укреплению института семьи сегодня проходят. Это важное событие, которое объединяет семьи и дает возможность нам почествовать тех людей, которые живут в мире, согласии. Мне вдвойне приятно находиться на этой площадке, потому что еще год назад здесь шла стройка. И я как депутат данного микрорайона приходила и не верила, что этот садик вовремя в стройке построят и откроют. И сейчас прихожу и просто радуюсь. Какая же красота, согласитесь? Хочу поздравить вас с православным праздником, с Красной Горкой. Сегодня большой праздник, и мы тут с вами собрались. Это так символично. И пожелать вам семейного счастья и, конечно, взаимопонимания. После приветственных слов состоялось награждение. Благодарственные письма главы, люберицы общественной палаты городского округа получили многодетные приемные семьи, молодожены, супруги, прожившие вместе более 20 лет, а также семьи участников СВО. Трое детей, супруг. Все хорошо, счастливы. На самом деле здорово, что есть такие мероприятия. Все-таки это дает понимание, что в стране действительно нужны многодетные семьи, чтобы было будущее у нашей страны, чтобы, так сказать, стимулировать молодежь, наверное, больше, для того, чтобы они все-таки заводили больше детей, не боялись. Матушка сваля, белая березника, для меня святая гусь, для других занозника. На стадионе Балятина в поселке Октябрьский прошел дворовый футбольный турнир, посвященный Дню Победы. В соревнованиях принимали участие дети от 7 до 15 лет. Борьбу между командами наблюдала наша съемочная группа. Турнир дворовых, посвященный Дню Победы. И мы пригласили всех, кто и профессионально играет в футбол, и кто вообще в футбол. Всех-всех-всех, чтобы они полюбили, влюбились в этот вид спорта. Чтобы история, чтобы ребятки знали, чтобы был День Победы, чтобы мы победители. В футбольном турнире принимали участие 4 команды, в которых как мальчики, так и девочки. София Илларионова играет под 19 номером. С 5 лет увлекалась дворовым футболом. Сейчас занимается в профессиональной команде. Чтобы развивать и улучшать свои навыки, не пропускает ни одного турнира. Вообще мы изначально проигрывали, но сейчас мы уже практически сравняли счет. У нас в Октябрьском сейчас нет женских команд. Мы жады, что мы можем поиграть в таком дружеском турнире. Матч длился по 15 минут. На поле сразу 4 команды. Каждая сыграла по 3 игры. По результатам соревнований первое место заняли футболисты в зеленой форме с названием «Мага». Было нормально. Ворвали, не знаю, повезло, может быть. А может быть и нет. Наша команда была не сформирована. С некоторыми ребятами мы увидели вообще первый раз. Мне понравилось, несмотря на погоду. Было очень круто, мне все понравилось. За призовые места командам вручили кубки, грамоты и медали. А лучшим игрокам и капитанам подарили мерч городского округа. Рюкзаки и кепки. Мы воряде на всех класс. Победи, попробуй нас. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе завершился муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За возможность представить люберцы уже на областном уровне состязались более 100 школьников-обладателей золотого знака ГТО. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Здесь встретились самые спортивные подростки от 12 до 15 лет. Проявить выносливость, скорость, ловкость и силу духа готов каждый. От того, насколько хорошо ребята подготовлены физически, зависит их участие в региональных соревнованиях. Из золотых значкистов будем выявлять, скажем так, ну, нельзя сказать, что суперзначкистов, но самых сильных, наисильнейших. Уже, по сути дела, можно будет выявлять рекорды городского клюберца в прыжке в длину, в наклоне, в беге на короткую длинную дистанцию. Ну и вообще просто представлять, насколько уровень мастерства, тех или иных физических качеств уже у ребят формируется, сформированный, будет сформированный. Делаешь два размежных наклона, третий максимально вниз, зафиксировался, я снимаю результат. Хорошо. Приготовились? Давай. Раз, два, три, максимально вниз. Твой результат 14 сантиметров. Восьмиклассник Роман Абдукадыров решил связать свою жизнь со спортом. Добиться больших успехов помогают регулярные тренировки и желание стать сильнее. Прыжок в длину с места прыгнул на 223 сантиметра, бег 60 метров на хороший результат, на золото. И уверен, что с остальными справлюсь. Я заю ГТО для себя, я занимаюсь спортом, боевой самбо, хожу в спортивный зал. В общем, мне все это нравится, спорт. Я хочу заниматься спортом всю свою жизнь. Со всеми нормативами четвертой ступени ГТО справился и Даниил Мамонов. В своих силах не сомневался. Я в детском стадике получил один золотой знак и в прошлом году получил еще один. Сейчас это будет, скорее всего, третий. Я готов еще раз проявить себя и получить новые достижения, новые медали. По итогам фестиваля сформируют сборную команду городского округа. Она представит Люберцы на региональном этапе, который пройдет 29 мая в Балашихе. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергея Гаджанян готовится установить очередной рекорд. На открытой тренировке, которую Люберчанин провел на территории автотранспортного предприятия, работал Богдан Колесников. Атлет Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» к новому рекорду готовится полгода. Чтобы добиться поставленной цели – отбуксировать военную технику, регулярных тренировок в спортзале недостаточно. Русский «Халк» сдвинул автобус малого класса, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки. Я в шоке, вот даже, как видите, до речи теряю. Вес данного автомобиля – 3,5 тонны. Плюс там сидели два человека, это еще больше. И просто человек легко с места снял автомобиль, потащил за собой и еще в итоге надувал грелки, чтобы они лопнули. Это удивительно просто. Сильнейший человек, нет, эмоции зашкаливает. Дистанция 50 метров и три разорванные грелки позади. Сергей Агаджанян номер усложняет. Теперь ему предстоит справиться с 10-тонным автобусом, усложняя номер все тем же элементом – надуванием грелок. Нам очень понравилось. Это замечательно, просто поразительно. Мы не видели таких рекордов. Завершилась тренировка показательным выступлением по сценическому экстриму. Сергей Агаджанян сломал на весу три стальных стержня длиной 25 сантиметров, скрутил в трубочку алюминиевую походную миску и надул до разрыва еще две грелки. Тренировка прошла по-богатырски, по-люберецки. Все хорошо, выполнил полный объем тренировки, уложился в отведенное время. Грелки, которыми я добавляю в свои буксировки, конечно, усложняют любой номер. Они сбивают дыхание. Трудно восстановиться. Плюс ландшафт неровный, не идеальный. Каждую кочку, ямку чувствуешь, особенно с крупногабаритной техникой. Приходится перемещаться по-разному, подбирать шаг и сбивать дыхание. Летом русский «Халк» готовится поставить очередной рекорд. В Донецкой Народной Республике силач отбуксирует двухосный грузовик «Урал» весом более 7 тонн на максимально возможную дистанцию. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходят 30-е всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти заслуженного тренера СССР, первого руководителя Люберецкой школы бокса «Спартак» Виталия Островерхова. В течение трех дней за призовые места поборются 125 спортсменов 13 и 14 лет. За поединками наблюдали и мы. Турнир объединил спортсменов 14 регионов. За звание лучших на ринге состязались боксеры из Подмосковья, Тульской, Рязанской и Владимирской областей, Запорожья. Люберецкий округ представляет 21 человек. Боксом я стал заниматься, потому что решил пойти по стопам братьям. Я очень старался и не зря я выиграл. Я этому очень рада. Боксом я занимаюсь 5 лет и бокс мне нравится, потому что здесь вырабатывается сила, духа, вырабатываются отношения между соперниками, выносливость, все вырабатывается, то, что пригодится в дальнейшей жизни. Я приехал сюда за победой, я готов победить любого, кого бы мне не поставили. Первый турнир, посвященный памяти Виталия Островерхова, провели 7 ноября 1995-го, через полгода после смерти легендарного спортсмена и тренера. Его организовали на средства люберецких боксеров, воспитанников Виталия Андреевича. Люберцы и ребята люберецкие, это мои, как говорится, сыновья. Я очень благодарна. Я, понимаете, в чем дело? Сейчас такое неспокойное время у нас, а наш турнир помогает нам, ребятишек, научить любить родину, не шататься по улицам. Виталий Андреевич очень всегда беспокоился о молодом поколении. Для меня самое главное, что этот турнир не заканчивается. В субботу, 18 мая, в «Триумфе» пройдут финальные бои. По их результатам лучшим боксерам присвоят спортивные разряды. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы вновь стали местом общего сбора для спортсменов. На этот раз во дворце спорта «Триумф» прошел открытый кубок городского округа по ушу Саньда. На соревнования приехали более 200 спортсменов из 10 городов. Тему продолжит наш корреспондент. Эти соревнования объединили участников из Карелии, Калуги, Белгорода и других городов России. За звание чемпиона сражались и новички, и спортсмены, у которых десятки наград. Захар Свинин приехал из Кировской области. Свой бой на этой площадке он закончил уверенной победой. У соперника был такой средний, бой был тяжелый. Мой любимый прием – это оверхенд. Правой рукой бить сверху в голову. Ушу Саньда – это полноконтактный вид единоборства, включающий в себя удары ногами и руками, захваты, толчки и броски. Бои по два раунда от одной до двух минут. Сейчас этот вид спорта очень популярный среди молодежи. Основное, что выделяет Ушу из других видов спорта, на мой взгляд, это дисциплина, в первую очередь. Если говорить о спортивных качествах, которые должны быть у спортсменов, это скорость и динамика. То есть решение нужно принимать быстро, потому что, исходя из правил соревнований по Саньда, по дисциплине Саньда, у нас на принятие, если идут бросок, на бросок дается 3-5 секунд, как я говорил ранее. И за это время нужно принять какое-то решение. Поэтому от этого и динамика, и скорость. Участие в турнире для Артема Щупачкина – возможность проверить свою техническую и тактическую подготовку. На этих соревнованиях он представлял Любрецкий округ. За 6 лет в Ушу у него уже более 30 медалей. Уже не в первый раз я участвую. И проигрывать или выигрывать – это все равно. Поэтому я уже привык к этому. Каждый бой в соревнованиях – это итог, с чего ты научился со всех тренировок. Оцениваю, что мне еще надо поработать над ногами, над бросками. И, ну, все, в принципе. Отдыхалка еще. Турнир стал завершающим в этом сезоне. Участники выходили на ковер и показывали свои достижения за год. Для всех победителей подготовлены подарки – памятные пояса. А сами соревнования приурочены ко Дню Победы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте – лрт.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова